Порто-Вильямс Впереди следующий этап – переход от мыса Горн к мысу Доброй Надежды. Сначала нужно добраться до Магелланово пролива по самым красивым и суровым фьордам Южной Патагонии. Зимний сезон все осложняет, но после восьми месяцев при антарктических широтах холода нам уже не страшны. Снег, 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 снег над палаткой кружится. Ну вот снегопад начался, обещают на два или три дня. Там где-то капитан пробирается к нашей Леди Мэри. По машинам, капитан? Пошу! Два часа назад мы должны были выйти в сногсшибательный потрясающий тур до Магелланово пролива по зимним Патагонским фьордам. И дальше к мысу Доброй Надежды. Пап, а почему красная лампочка не гаснет? Завели мотор, уже убираем все, выходим почти что. И тут что-то не заряжается. Что там, пап, не заряжается-то теперь? Ну, зарядка с генератора не идет. Вот. Ну, тут обнаружилась еще более серьезная проблема одна. Сейчас узнаем. Обскрыл капитан Триумф, поковырялся с зарядными аккумуляторами и генераторами. И оказалось, что именно сейчас у нас оказалась сломанная железная металлическая опора под двигатель. Их там четыре. И, короче, одна из этих четырех подпорок крякнула. На мое предложение подставить пенек. А, ну, как сказать, я не очень оптимистично. И теперь мы ждем сварщика. Как хорошо, что мы это сейчас заметили. Да, а то бы двигатель бы, опора бы совсем бы развалилась бы. Он бы стоял бы на трех вместо четырех. Упал бы на бок. Проломил бы дырку в корпусе. Выпал бы вниз. И мы бы все утонули и умерли. А тут у нас супружеская ложа. И, конечно же, к проблеме конденсата. Конденсат, кстати, случается в холодных широтах. Не от того, что мы тут надышали, что-то по стенам течет. А от того, что тупо снаружи минус, а внутри плюс. И поэтому вот мы под матрас никак не могли надышать. Но когда ты поднимаешь матрас, под ним лужа. Вот, посмотрите, у нас орудие труда. Вот это банка с уксусом. Мы легких путей не ищем и малыми дозами не работаем. Вот сколько тут? Три литра уксуса. Используется у нас для мытья вместо воды. Я стала это все дело мыть. А потом подумала, а дай-ка я посмотрю, почему вот здесь вот так вот красиво, художественно. Вот видите, из трех деталей состоит вот это дно супружеского ложа. Там так художественно, такие белые грибочки вот так растут, таким кружевным ободком. Ну, я их уксусом-то залила, думаю, пусть они там сморщатся. А потом, дай загляну. Заглядываю. А там... Ой, какая ляпота. Это вот не иний. Это вот так красиво все растет тут. Мама хочет, чтобы я это отмыла, но, конечно же, я лучше это скажу, чтобы она сделала. Как бы вот тут иний рядом. И грибы. Там, короче, плесень вот так вот, знаете, вот белыми коврами, под голубыми небесами, блестяно, а солнце снег лежит. Вот это вот все тут разобрала, вымыла уксусом. Думаю, все равно нам еще двигатель к лодке приваривать. Ну, в общем, всем привет, а мы отправляемся таки к Магелланову проливу по зимним патагонским флордам. Возможно. Не знаю, когда. Да, наверное, возможно. Аминь. А я что нашел? Смотри, Мариночка. Я нашел, наконец, перчатки зимние, которые у нас пролежали тут полгода. И мы даже в Антарктиду без них сходили. Обалдеть, где они были? Ну, где-то в глубине шкафов. Капец. С ружбаков, с ружбаков. Мы уже очень надеемся, что мы завтра выйдем. Мы уже оформились. Сходили в магазин. Везде, где можно было, уже мы прошли. И, в общем, завтра мы выходим. Надеемся, что двигатель нам не откажет. Все будет хорошо. И пойдем по фьордам. Недели 3-4, наверное, будем. Не спешно, как в походе, двигаться. И мы уже очень сильно ждем, наконец-то, когда уже все случится. Все, пока и форт Вильямс. Пока-пока. Коусай, юниформ, браво. Квебик, килограмм, 8. Ого. Где еще в холодных широтах вам порекомендуют путешествовать на яхте зимой, как не в Южной Патагонии. А просто зимой сильнейший ветер с Тихого океана немного стихает. Но вам все равно придется идти навстречу ветру. Он хотя бы будет прилетать урывками, подкараулив яхту между островами, а не дуть постоянно в нос. Но и, опять же, даже на фоне полного штиля может резко задуть, как в шторм. Причем с непредсказуемого направления. Раз, два, три, птицы исчезли. Хоть тут в Патагонии и Лесотундра зима здесь мягче, чем в Сибири. Снег может неожиданно растаять посреди зимы, а потом снова выпасть сугробами по колено. Вау, ребята, это что-то потрясающее. Последний раз такие виды только в Антарктиде были. Только там, без леса. А зеркало один в один. А, мама, как красиво, как в кино. Ее страшно, не надо сейчас. Страшно, как будто ты обычно прям красивше намного. Я тебя снимала уже. Все, останешься без завтрака. Вчера вечером встали здесь на якорь, на это шикарнейшее место. Здесь как будто озеро. Вода гладкая-гладкая, ровная-ровная, красота вокруг. Там вон Бигль канал, там проплывают льды сейчас. Я вижу льдины, сначала думал с утра, что это барашки водяные, что ветер сильный. Но ветра нету, и белая приглядела, оказался это лед. А мы собираемся сейчас на Тузике сделать вылазку на берег, и может быть дойдем до ледника даже, вот если получится. Давай, берег кладешься. Аська, давай. Так, Мариночка, давай тебя ждем. Ну, попробуем, конечно, туда сплавать, но мне кажется, что мы сегодня можем не успеть. Познавато выходим. На западе огненной земли 300 дней в году идут дожди или снег. И здесь вообще самые холодостойкие леса, потому что в других местах планеты с таким холодным летом растут только кусты. А тут умудряются созревать чилийская земляника и малина. Ну, а самая национальная огнеземельская ягода, которую мы собирали, это калафати. От нее рот становится черным. Клывем по отечке. Прохнули мы только 200 метров. Что, может, кому-то выйти туда? На, берег. Крутой. А, ребята, мы как яманы. Офигеть, я не могу. Яганы, да. Индейцы яманы жили на огненной земле 6000 лет. И остатки их древней стоянки нашли даже у мыса Горн. Яманы собирали эти самые ягоды, охотились на тюлени, игуанако. И они почти весь год ходили голыми. И вот когда молодой Дарвин отправился в кругосветное плавание на корабле «Бигль», яманские женщины с голыми малышами под снегом поразили его больше всего. Тогда Дарвин и назвала княземельцев самыми жалкими созданиями, из всех которых он видел. О, вот мы дров набрали. Немножко врезались в корягу, а она упала к нам. Вот так яманой собирали дрова. Вот еще дровина, ладно. Да, вылезет. Такие болотные кочки. Андрей говорит, что если пойти по долине в сторону ледника, там кочки будут величиной с человеческим. По тропе гуаначий идем мы вперед. Во, следы от копыт тех самых гуанака. Ух ты, сколько гуаначьего гуана. Это ж надо стоять на одном месте все время и делать эту. Погода была ужасная. Принцесса была прекрасная. Подкрашеный такой цветом. Интересно. То ли мох, то ли капуста. Пропа затоплена, заболочена. Наш отряд исследовательский. Попробуем еще чуть-чуть пройти. О, наша камера не сдохла от намокания. Ну вот, мы почти добрались до ледника. Вот дальше, наверное, не пойдем, потому что у нас все-таки есть юнга, которая туда может не вышагать. Забрались уже в гору. Тут фиг пойми куда высоко. Вот только что сделали привал, допили чай. Сейчас, наверное, пойдем уже спускаться вниз, искать наш тузик, который мы где-то на берегу реки оставили. А речка эта, она вытекает из ледника. Холоднющая я вообще. Я мокрая насквозь. Что приключение любивое? Скажи пару слов-то мне. Я так провокла, что важно пуховик будет выжимать. И вообще... Вот, из него вода течет. Славно погуляли. Выжимал. Вот вам причина, почему мы не пошли на ледник дальше. Все, пойдем. А то придется скоро и ладу выжимать, косточки будут хрустеть. Ага. Пойдем. Все, давай, идемте сушиться. Что, если мы сейчас тузик свой не найдем, давайте вот здесь избу построим и будем костры жечь. Здесь почти сухое место. Чай будем пить, травки собирать, ягод много. Вон там, видите, я и был мокрые до нитки. Когда мы тут плывали к ягде, то все дрожали. А мама говорит, сейчас придем и будем пить горячий чай с медом. А я говорю, и мультик. И мы очень уютно смотрели мультик под чай. Сейчас, сейчас, в карте на Репино приплыли. Мы стояли вон там, на реке. А пока ходили в поход, получился отлив. И теперь через мели нужно тузик перетаскивать. Теперь у нас волок. Пурлаки на волге, короче. Да, давай, берем сейчас за тузик и не точим. Вы берите сферик по бокам, а я возьму уже корму. Меня в воду не надо, там глубоко. Там глубоко. Берегку берите, уходи отсюда. Берегку держи, а я его буду помнить. Мои раздельные. Приключения продолжаются. Мы там за корягу не зацепимся. Ты нас вон там у камушков примешь, может? Ага. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, нет, нас не потяните. Патагония, переправа. Берег левый, берег правый. Поехали. Поехали. Извини, Дудуся. За тобой приедем завтра. Субтитры делал DimaTorzok Ветер с Тихого океана такой сильный, что деревья перекрашивают на один бок, и они становятся похожими на флаги. Их так и называют – деревья-флаги. И пока папа вам это рассказывает, папа гребет против сильного ветра к яхте. Знаете, какой он у нас силач? Вот там мы видели Куанако на этом пляже. Спрятались, боятся нас. Но они там где-то точно обитают. Там чуть впереди темная конкурсия. Ну давай прыгай, как ты прыгал. Надо меньше пить. 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 На самом деле там, Андрюха, просто от холода. Патагония, дорогие друзья Я тут сижу на вахте Вот редкий случай, когда солнышко вдруг выглянуло Потому что оно только в таких вот Ложбинках в горах высовывается День мы идем посредине пролива А так в середину дня И, собственно, мы идем все время в тени То есть вот тот берег освещен А этот нифига не освещен Сейчас мы только что пугали стаю морских львов Они на скале сидели Около прямо воды На нас рычали, кукарекали И мы подходили настолько близко, что вот можно было С бушприта соскочить прямо на скалу Прямо вот так нависало-нависало Я смотрела и думаю, о-о-о Хорошо, что довольно круто уходит Скала под воду, иначе можно было На ней так славненько посидеть И львы, котики, ну, почти на расстоянии Вытянутой руки были И это было очень суперски Водопады через каждые 500 метров И, ребята, это настолько красиво Это просто какая-то потрясающая С одной стороны холодновато, зима все-таки А с другой стороны хорошо, что мы пошли не летом Иначе тут бы были всякие круизные лайнеры И прочие остальные другие яхты И суда А так мы одни В общем, как дети капитана Гранта Практически идем вот по тем самым местам Магелланов пролив, правда, севернее Мы с горн южнее А мы где-то посерединке уже не по Биглю А по более узким проливам между островами Между 40 тысячами островов Не кричите Они не на нас нападать случайно идут? Схемен, да? Схемен, да? Схемен, да? Не нападать? Нет Схемен Мама Мама Ой, как бы не сесть Вообще офигеть Сейчас тут останемся Бушпритом Можно выбраться на берег уже Ну, Андрюх, ты рисковый парень Сейчас он прыгнет на меня Это Патагония И тут котики рядом с Бушпритом Он, мне кажется, даже сюда перепрыгнуть сейчас может Так вот и я боюсь Потому что некоторые так возмущались Вожаки Они не прыгают, Натю? Ну, знаешь Когда к ним так близко не подходишь Может, они не прыгают? Сейчас заходим в первый наш фьорд Прямо полноценный длинный фьорд До этого по проливам, по бухточкам И там-то начнется самая красота Подписывайтесь на наш канал И не забудьте нажать на колокольчик Чтобы не пропустить новые видео И обязательно делитесь этим видео Со своими друзьями Чтобы как можно больше людей Узнали о том, что есть такой классный канал И чтобы они стали хотя бы немного поближе К своей мечте